Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы представим к осмотру караван Лунар Кубан ЕС 2010 года выпуска. Караван находится на площадке по адресу Псков Николая Васильева 82А. Его стоимость 1 миллион 92 тысячи. Это караван с отопителем Альда, то есть с жидкостным отопителем по всей площади каравана. Там находится разводка по батареям. Это полноценное четырехместное размещение и огромный раздельный санузел. Сцепная головка у данного каравана Алка с тормозом накатного типа с боковым компенсатором. Используется 13-пиновая розетка. Караван оснащен системой Алка Дрэкшн Контроль. Багажник подразумевает установку двух газовых баллонов и каких-то нетяжелых аксессуаров. Также караван оснащен газовым редуктором Трума. Это штатный. То есть здесь у нас необходима только замена газового шланга для использования газа, который возможно заправлять в России. И палатка в данном караване может быть установлена с любой из сторон. Для этого есть закладная по правой части. По правой части каравана у нас расположен слив серых вод. Караван находится на оригинальных литых дисках. Бокс для установки собственного аккумулятора и место подключения 220 вольт. Место подключения насоса Трума Ультрафлоу. Вот такая вот штука. Здесь используется насос-помпа. И выхлоп комбинированной установки Альда. Она у нас, помимо отопления, еще и выполняет функцию газового бойлера. То есть сама установка греет еще проточную воду. Так, закладная для тента со стороны входа, с левой стороны. Вот она также есть, также присутствует. Вот здесь у нас находится блокс для хранения ищей. Это выход на газовый гриль, который очень популярен в Европе, в Китании. То есть нельзя на открытом огне у них там жарить, парить. А газовый гриль это очень модно. Туалет Тетфорд Т250 с большой кассетой и отдельным бачком смыва. Модуль данного каравана 6.30, 2.25 его ширина, 2.60 высота по крайней верхней точке. По вашим многочисленным, скажем так, комментариям и просьбам, мы разложили диван в передней части. Но сейчас к этому вернемся. Покажу вам вообще смысл этой планировки. То есть справа по ходу у нас есть такие вот боковушки, так называемые. Стол выполняет функцию нижней кровати. Он опускается и поднимается второй ярус. В передней части каравана расположились вот такие вот большие диваны. В данном случае для образца разложена кровать. Немножко неправильно. То есть кладется вот этими частями. И сами диваны они ровные. Это так называемый оверсайд, сайд, флос-слип. То есть сторона для снага. В обратном порядке это все делается. То есть вот эти подушки кладутся на свое штатное место. Вот эта сторона. То есть вот складываются подушки. Такой раз получился 360. Вот они уложились, подушки. И соответственно вот эта вот часть, она уходит под тумбу. Тумба у нас съемная. Место для тумбы в караване повторюсь с ними. То есть если ее снять, ее нужно оставить дома. Никакого специального места для хранения тумбы не предусмотрено. Если вы ее снимите, соответственно, вы можете увеличить спальное место на размер тумбы. То есть вот эти вот уголочки также расположить и получить просто шире спальное место. Так как ширина 2,25 у каравана, то подразумевается, что спать нужно поперек, а не вдоль. Если ваш рост позволяет вам прилечь на этих диванах, не разбирая их, то в данном случае это 1,85 м длину. Если вы не планируете разбирать, то в принципе походное состояние данного дивана вам будет предостаточно. Опять же, что касаемо планировки. Есть боковушки, есть передний диван. Вот это второй ярус. Раскладывается он вот сюда. Есть закладная. Она вот с такой вот шторкой. То есть, если вы там хотите прикрыть ребенка, вот, ну, здесь вот еще куча всяких крючков, то есть можно это сделать, все, в принципе, ну, грубо говоря, там немножечко оттенить, оттеснить. Не понимаю, если второй комплект, возможно, где-то в шкафу, если нет, то она просто заказать его у, скажем, любых ателье, которые шьют шторы. Так, вернемся к нашему обзору. Такой вот широкий караван у нас. В интерьере присутствуют вот такие вот полукруглые фасады. Они, это дерево плюс пленка. Такой вот замечательный караван к нам приехал. Все углы сухие, никаких нету следов подтечек. На караване уже собственник очень много поменял на диодное освещение. Вот я смотрю, человек заморочился об экономии энергии. Вот эти светильники 220, все остальные 12. Что касаемо техники в данном караване, то, как я уже сказал, он обогревается установкой Альда, Альда 3010. Здесь же под правым диваном у нас расположен блок, который отвечает за входящие 220 и делит на 12. Тут также присутствуют все 12-вольтовые предохранители. Далее, интегрированная кухня. Она достаточно классическая для британского каравана. То есть в модуле кухни расположился холодильник Тетфорд с большой морозильной камерой. Полноценная газовая плита с одной комфорочкой. Вот она работает. Она 220 вольт. Плезо-поджиг. Газовый гриль. Газовая духовочка. И раковина, в которой лежит насос-помпа. Это карбон-моноксид. То есть это всякие уловители дыма. И уловители какого-то традиционного фонда бывают ставят на эти караваны. Все окна на караване оснащены москитными и фольгированными сетками. Также в интерьере присутствуют мягкие шторы. Повторюсь, на каждом окошке еще есть и москитка, и фольга. Да, замечательный караван. Очень такой прямо интерьерный. Вот такой бар есть в караване. Это тоже такая прям фишка британцев. В редком случае в европейцах я такое видел, но кто-то там ставит, типа таберты. Вот такие вещи. Здесь же, на этой тумбе, справа по ходу движения, у нас располагается выход телевизионного подключения. То есть, здесь антенна у нас. Здесь 12 вольт и 220 вольт. И также здесь у нас находятся вот такие вещевые тумбочки. Санузел в данном караване вот такой вот огромнейший. Большой, хороший доступ к унитазу Тедфорд. И вот такая вот душевая кабина. Она с пластиком. То есть, здесь мы заходим. Заходим за пластиковую сюда ширму. И принимаем душ. Очень большая. Поддон в изумительном состоянии. Хороший доступ к раковине для умывания. Много очень места для, скажем так, туалетных принадлежностей. Для полотенца, для стаканчика. Все тут есть хороший большой вещевой шкаф. Вот он и есть. Расширительный бачок альдо. Сейчас вот можете посмотреть. Моторчик работает. Гоняет под циркуляцией. Что там у нас? Антифриз. Это у нас находится матрас для второго яруса. Модуль-делитель для телевизионной антенны. Она жива. Она работает. И ДБВТ-2 она прекрасно ловит. То есть, для того, чтобы смотреть телевизор в данном караване, нам необходимо либо с встроенным TV-тюнером покупать, либо это использовать уже как приставку. То есть, там какую-нибудь цифровую приставку. Все это замечательно работает. Цифра хорошо покрывает уже. Блок, включающий караван, находится возле входа. Давайте для тех, кто не смотрел или смотрит, но уже забыл, что у нас тут есть. Савдинг. Это свет в палатке. То есть, свет над входом, как правило. Вольтс. Это при нажатии этой кнопки мы понимаем, насколько сейчас входящий 220 вольт блок преобразовывает штатный. Мастер. Это общее включение питания в караване. В частности, 12 вольт. Если у вас есть аккумулятор и нет подключения к 220 вольтам, то данная кнопка, нажимаем, когда мы ее получаем питание от аккумулятора. Активация насоса-помпы. Эту кнопочку мы активировали. Все экраны, это кнопки по сути своей. То есть, при открытии экрана замыкается цепь, и место, где я вам показывал справа, спереди, снаружи, место подключения именно насоса-помпы. Идет туда питание, и она уже распределяет. Ну и, конечно же, блок управления системой Альдо. Будет вам видно или нет, попробую. То есть, смотрите, начнем с самого начала. Включение. Следующее меню выставления температуры. Следующее меню это включение воды от электричества. Это газ. Это электричество. То есть, то, что моргает по меню, мы можем уже использовать вот единичку-двоечку. Это в зависимости от поданного электричества. Киловатт или 2 киловатта. От этого, конечно же, будет и степень нагрева, и работы. Выключаем мы вот таким вот образом. То есть, мы поставили газ, и вот ОВ. Мы нажали, заморгало, Альдо у нас выключилось. При том условии, когда мы покидаем караван, нажимаем кнопочку Мастер. Не забываем, что нельзя взять и выдернуть из розетки, или банально отключить клемму от аккумулятора, в том случае, когда на караване используется отопление Альдо или Трума. Им еще какое-то время нужно продуваться. И дабы они сами себя в ошибку не загнали, надо обязательно какое-то время подождать. Смотрите, мы выключили Мастер. Как я говорил уже, вот эти лампочки 220 вольт, они не касаются блока обходного, соответственно, они горят. В принципе, можем подытожить наш сегодняшний видеообзор. Замечательный, шикарнейший семейный караван Lunar Clubman 2010 года, стоимостью 1 миллион 92 тысячи рублей. Смотрите у Юрия в инстаграме «АвтоКойз Псков», на нашем сайте «АвтоКойз Псков.ру» и, безусловно, на нашем канале на Ютубе. В принципе, шикарных вещей достаточно много, бюджетных вещей достаточно много, выбор есть. Мы, в принципе, готовы к сезону, так что ждем вас у себя в гостях на площадочке. Благодарю вас за ваше внимание. До новых встреч и до новых обзоров.